Сегодня остановимся на тех случаях клинической практики, на которых стоит обратить внимание трудности диагностики, трудности в лечении пациентов. И сегодня первый доклад у нас почитает Наталья Петровна Беляк. Это доктор, кандидат медицинских наук. Она работает в городском онкологическом диспансере, имеет уже достаточно большой опыт лечения болей с солидными опухолями. И сегодня ее доклад будет называться «Редкие гистологические подтипы сарком мягких тканей». Добрый день, уважаемые организаторы. Большое спасибо за приглашение. Было очень приятного получить. Надеюсь, мы оправдаем ваши ожидания. Мое сообщение касается действительно редких гистологических подтипов сарком мягких тканей. Первый вопрос, который у нас появляется при рассмотрении этой патологии, насколько вообще редки саркомы. Насколько мы знаем, что это в принципе редкое заболевание. Среди онкологической заболеваемости всего 1% взрослой популяции страдает сарком мягких тканей. Конечно, в педиатрической практике это более распространенная патология. Но, конечно, мы лечим взрослых, поэтому разговор будет идти о них. Мягкие ткани представлены, конечно, многочисленными анатомическими структурами. Это и кожа, и подкорная клетчатка, и мышечная ткань, и нервная ткань, и сосудистая ткань. Поэтому на сегодняшний день гистологическая классификация включает 50 подтипов гистологических фон сарком мягких тканей. Но в нашей рутинной практике далеко не со всеми типами мы встречаемся. И, конечно, для нас наиболее привычными формами саркомы являются неклассифицированные саркомы, липосаркомы, леомиосаркомы, жестопухоли, равдомиосаркомы, ангиосаркомы. Ну и вот те саркомы, о которых я сегодня буду говорить, они составляют те самые 7% прочие формы, которые встречаются крайне редко, иногда вообще не встречаются врачу в процессе его практики. Как мы выбираем тактику для наших пациентов? Конечно, тактика зависит от того, какая это саркома. Саркома – это конечности головы, шеи, либо это забрюшина, интравдоминальная саркома. Конечно, мы все знаем, что для гастронациональных опухолей у нас имеется совершенно своя практика. И равдомиосаркомы имеют тоже подходы абсолютно отличительные от остальных форм. Я являюсь специалистом лекарственной терапии. И для меня, как для клинического онколога, важен вопрос, какую химиотерапию назначить пациенту. И мы знаем, что у нас есть рекомендации, у нас есть гайдлайны, в которых прописано, при каких формах сарком, какая химиотерапия наиболее эффективна. Если вы увидите, то я привела пример, для тех сарком, которые в нашей практике встречаются, чаще всего это не специфические гистологические формы сарком, мы, конечно, используем комбинацию доксорубицина вместе с ипосфамидом, вместе с докарбазином. Во второй линии мы используем такой препарат, как тробиктидин. У нас есть в арсенале таргетная терапия позапонит. В принципе, весь наш арсенал представлен в этой таблице. Если у нас попадается гастронациональный опухоль, то, конечно, таргетная терапия мотенибом и сомнений нет. Если мы лечим пациентов с рабдомиосаркомой, то это альтернирующие режимы, которые нам тоже хорошо известны. В случаях, если приходит пациент с ангиосаркомой, то мы тоже знаем из гайдлайнов, что в этом случае в первой линии пациентам добираются препараты из токсанового ряда. Если это гемангиоперицитомы, то и тут эффективный ингибитор ангиогенеза. Ну и вот та опухоль, о которой я сейчас буду говорить, это редкая форма альвеолярная саркома мягких тканей. Вот если вы увидите, здесь единственная опция, которая указана в гайдлайне, это сомнений, причем уровень доказательности 2b. Что такое редкие гистологические потипы? Безусловно, это не клинический диагноз, безусловно, это стогенетический диагноз. В основе этих потипов лежат такие вот редкие хромосомные транслокации, которые приводят к формированию гибридных белков, и уже их продукт мы определяем иммуногистохимическим, молекулярно-генетическим способом. То есть этот диагноз, он морфологический, стогенетический. Ну и первый вид саркомы редкий, на котором я остановлюсь, это альолярная саркома. Ну что нам известно из литературы? Безусловно, когда нам попадается редкий пациент, то мы начинаем искать источники литературы, которые описывают такие случаи. Ну вот в литературе по альолярной саркоме указывается, что эта саркома 1% от 1%, то есть это крайне редкая форма саркомы. Чаще болеют женщины. Средний возраст манифестации, так же, как и у всех пациентов, это молодой возраст манифестации. Наиболее часто исходят опухоли с глубоких тканей, мягких тканей нижних конечностей. Иногда они встречаются в области головы и шеи, причем если это органы головы и шеи, то наиболее часто поражается язык. Характеризуется очень длительным индолентным течением, если это локализованная стадия, поэтому пятилетняя выживаемость при локализованных стадиях довольно высока, составляет 60%. Но, однако, если происходит диссиминация процесса, то прогноз значительно ухудшается, и вы видите, что такие пациенты в пятилетней выживаемости достигают менее 20%. Наиболее часто метастазируют так же, как все саркомы в легкие, но, однако, у этих пациентов клинически отмечено, что наиболее часто они погибают от метастазирования головного мозга. В основе, как я уже сказала, лежит редкая транслокация хромосомная, которая приводит к формированию фьюжн-белка, который, собственно говоря, является критерием установки диагноза. Это фактор транскрипции третьего типа иммуногистохимический. Если он определяется, то устанавливается диагноз альвеолярная саркома. Наш пациент – это молодой пациент, 82-го года рождения, у которого при профилактической флюорографии на работе у него выявлено множественное очаговое образование легких. При этом пациент был абсолютно асимптомным. Я сейчас покажу снимки, и в это трудно поверить, но это было так. Он направлен, безусловно, сначала в тортиотворкулезный диспансер, откуда перенаправлен в многопрофильную больницу, где ему делают биопсию метастаза легкого. Иммуногистохимический подтверждает, что у пациента имеется альвеолярная саркома. Вы видите, что есть положительная реакция на фактор транскрипции третьего типа с индексом пролиферации 67-25%. Поскольку первичный очаг неясен, его нам направляют на ПТКТ, где видят метаболически активное образование голени. Сам пациент это образование не замечал. Оно действительно лежало очень глубоко, никак не деформируя фону конечности, поэтому пациент не отметил появление саркома на нижней конечности. Безусловно, есть множественные метаболически активные очаги легких, есть метаболически активная лимфоденопатия. Пациенту выставляется диагноз диссеминированной формы альвеолярной саркомы, и он направляется к нам в учреждение. Нам попадает такой пациент, альвеолярная саркома нижней конечности с метастазами в легкие. Что нам говорят стандарты? Мы относим к этой опухоли к неклассифицированной гистологии. В такой ситуации для метастазической стадии мы должны выбирать для пациента, безусловно, выбором является химиотерапия. Какие режимы? Такие, как я показала для пациентов с неклассифицированной гистологией. Но в то же время я показала, что в Гайдуане указана рекомендация, как сунитениб. Ну, естественно, мы нашли это исследование. Это исследование итальянских авторов. Исследование когортное, исследование не очень большое. Но, тем не менее, я составила таблицу по этому исследованию. Всего 9 пациентов. У всех пациентов была позитивная реакция на ТФЕ-3. Все они получали сунитениб 37,5 мг раз в день. Вы видите, что в основном это молодые пациенты, что большинство из них саркома располагалась также на нижних конечностях. У всех были вторичные очаги в легкие, у кого-то еще вторичные очаги в печени, головной мозг. Все они получили до назначения сунитениба какой-либо вид лечения, хирургическое лечение, лучевую терапию, в том числе и химиотерапию. Ну, вот вы видите, такой удивительный результат, что только у одного пациента было прогрессирование заболевания, у трех пациентов стабилизация, у всех остальных частичный ответ заболевания. Время до прогрессирования и общая выживаемость больных составила довольно хорошие цифры. Поэтому этот препарат был внесен в гайдлайн для пациентов с альвеолярной саркомой. Ну, наш пациент, поступающий к нам до первой линии химиотерапии, поскольку для препарата сунитениб нет зарегистрированного показания в Российской Федерации альвеолярная саркома, то, безусловно, в первой линии мы ему назначаем режим MADE, это стандартная химиотерапия, доксорубицин, фосфамид, дакарбазин и местно. Вот вы видите, какое распространение было у пациента в легких. Это было асимптомно, вот сама опухоль, который, он очень крупный мужчина, в принципе, не деформировал мягкие ткани голени. И он прозвучает 6 циклов, это занимает 6 месяцев, с наилучшим ответом стабилизации заболевания. После контрольного обследования, после 6 циклов, мы видим на компьютерной томографии явное прогрессирование в виде появления новых очагов легких. Но состояние пациента остается удовлетворительным, КОК-1, асимптомно практически. Мы собираем врачебный консилиум, всегда все неясные пациенты у нас обсуждаются комиссионно. И, зная такое исследование, зная такие рекомендации, мы все-таки принимаем решение назначить пациенту препарацию НТИНИП. Он у нас получал его в дозе 50 мг в день, 4 недели приема, 2 перерыва. И получал его у нас в течение года, 12 месяцев пациент находился на терапии, работал, сохранял активную жизнеспособность свою. Но, к сожалению, все хорошее всегда заканчивается. И у нас через год терапии, в октябре 2016 года, произошло прогрессирование. Вы видите значительное увеличение количества и размеров очагов легких. При этом отмечено, что рост образования в голени у него был довольно незначительный. В качестве третьей линии лечения, в качестве такой терапии отчаяния, мы назначаем позапонип, он тоже, вы знаете, зарегистрирован для пациентов с прогрессией на фоне доксорубицинсодержащих режимов. И пациент у нас его получал 4 месяца. Таким образом, если взглянуть на всю историю болезни этого пациента, общая выживаемость которого составила 22 месяца, то вы видите, что львиную долю этого срока, конечно, нам обеспечил сунетинип. И, возможно, действительно, у этих пациентов этот препарат может использоваться в первой линии с ожидаемым хорошим ответом. Вторая редкая опухоль, гейсмопластическая мелкокруглоклеточная опухоль, крайне тоже редкий вид, подбитый гистологический вариант сарком. Впервые описано в 1991 году, всего в литературе описано около 850 случаев. Морфологически это клетки с выраженными полифенотипедическими признаками, то есть у меня есть признаки эпителиального, мезонахимального происхождения, неврального происхождения. Безусловно, эта опухоль также индуцируется специфическая транслокация, которая приводит к влиянию гена саркома Юинга и Вильямс-Сюмерсупрессоргена, обусловленных генетического заболевания. Как и для юингоподобных сарком характерно молодой возраст, чаще болеют мужчины. Наиболее часто интрабдоминальное распространение. Вы видите, что эта саркома отличается крайне агрессивным течением. Трехлетняя выживаемость составляет всего 20%, а пятилетняя всего 15%. Эти пациенты, так же как и саркома Юинга, являются очень чувствительны к проведению лекарственного лечения, поэтому у этих пациентов во всех рекомендациях встречается мультимодальный подход. Во всех практически описанных случаях в качестве первых линий наиболее изученным режимом являлся протокол ПУ-6. Как при саркоме Юинга мы используем. Также встречались публикации о проведении высокодозной терапии, циторедуктивных операций, мучевой терапии, гипертермической интероперитениальной терапии. Применение всех этих методов в разных публикациях показывает увеличение продолжения жизни этих пациентов. Первое исследование, которое говорит о высокосудозной терапии у этих пациентов, 19 пациентов, молодые пациенты. Вы видите, что большинство распространения живот и таз, все они получали в качестве первой линии протокол ПУ-6. Вы видите, что у всех практически достигнут хороший ответ в виде полного рогресса заболевания или частичного рогресса заболевания. После чего большинству из них была назначена высокодозная терапия. И вот данные общей выживаемости после этого проведения, на самом деле, такие длительные цифры, отмечены только у четырех пациентов. Другое исследование, в котором, правда, брали пациентов только с отсутствием экстраперитениального распространения, только поражение брюшной полости этих пациентов. Эти пациенты получали химиотерапию, этим пациентам проводилось цитуредактивное вмешательство. И 50% получали лучевую терапию ногой, живота и таза, то есть это полное облучение. И всего 11% получили интерперитениальную химиотерапию. Как вы видите, что общая выживаемость 42 месяца в этом исследовании также достигнута. И полное облучение брюшной полости малого таза это были единственными факторами, которые повлияли на увеличение выживаемости пациента. Наш пациент, наш клинический случай, это молодой мужчина 31 года, у которого длительно существовали боли в брюшной полости. При контрольном обследовании в УЗИ выявлено огромное образование почти 20 см, исходящее из малого таза. Пациенту выполняется гастроскопия, ковноскопия в качестве поиска первичного очага. Не находится первичный очаг, и он к нам госпитализируется для выполнения биопсии. Огромный размер опухоли. Пациенту было выполнено наложение нефростом, эмболизация питающих сосудов, после чего выполнено довольно большое цитуредактивное вмешательство, удаление большого объема опухолевой ткани. Гистологическое заключение нам говорило о том, что это, возможно, малигнизированная мезотелиома с какими-то сочетаниями дисмопластической опухоли. Но иммуногистохимически определили, что все-таки это такой редкий иммунофенотип в виде дисмопластической мелкокруглоклеточной опухоли. После операционного диагноза выставили, что эта опухоль распространяется на окружающей ткани, на мочеточнике, на кишку, на мочевой пузырь. И этот пациент отправляется к нам в отделение. Всего через месяц, пока у пациента выполнялось многое химическое исследование, мы его этого пациента начали лечить. И вот за месяц этого пациента, его оперировали, если вы видели, в январе, вот данные исследования компьютерной томографии марта, вы видите, что огромная опухоль как была, так снова и выросла у этого пациента. Она занимает большой объем и брюшной полости, мало таза, безусловно, это был очень симптомный пациент, у которого были проблемы с отведением мочи, с нарушением кишечного пассажа. Но у молодого пациента нам, безусловно, мы назначили ему такой же режим, как у большинства пациентов с саркомой Юинга, это альтернирующие циклы БАК-ИЭМ. У нас он получил 6 циклов и 3 блока таких. Вот первый ответ, который мы получили, безусловно, поразительный эффект. Вы видите, что опухоль практически отсутствует. При компьютерной томографии мы видим, что она регрессировала, однако сохраняются изменения по брюшине, сохраняются увеличенные лимфоузлы. Пациент продолжает получать режим ВАК-ИЭМ. При контрольном исследовании после 3 блока мы видим, что сохраняется регресс опухоли, но консерматоз брюшины, к сожалению, сохраняется также. Что сделать с таким пациентом после проведенного полного блока тренирующих режимов? Мы видели, что возможна высокодозная терапия. У нас в городе довольно ограниченные возможности для высокодозной терапии солидных опухолей. У нас есть вариант лучевой терапии, однако у пациента, которому наложены нефростомы, есть возможные межкишечные свечи, нарушение стула. Такого пациента тоже проблематично. Проводить лучевую терапию на область брюшной полости малого таза. И как режим удержания ответа мы выбрали режим проведения поддерживающей терапии. Она тоже описана в литературе. И пациент у нас получал еженедельно поклитоксел в динамсессонаре. Но, к сожалению, удержать опухолевую прогрессию не удалось. И в ноябре месяце мы видим начинающийся рост образования в малом тазу с прогрессированием консерматозных очагов. Естественно, устанавливается диагноз прогрессирования. И вторая линия выбирается ему в режиме гемзар-достоксел. Но, к сожалению, на проведение второй линии, вы видите, что опухоль в малом тазу прогрессивно растет. Появляются межкишечные свечи у пациента. В качестве третьей линии терапии отчаяния мы назначаем таргетную терапию. Она уже ничего не поменяла в исходе нашего пациента. И общая выживаемость его составила 15 месяцев. На этом слайде, наверное, видно, действительно, что альтернирующие режимы самые эффективные. Но как удержать этот регресс? Но это не только мы, это и во всей нами изученной литературе отмечено, что у них крайне тяжело удержать тот регресс, эту ремесику, которую удается добиться. Но, возможно, более широкое использование лучевой терапии может нам в этом будущем помочь. Вот третья опухоль – дерматофибросаркома, которая также является редкой опухолью, но с промежуточной злокачественностью, манифицируется на среднем возрасте, причем отмечен пик заболеваемости еще и после 90 лет. Области поражения – это туловище, конечности, голова, шея. Очень характерен для этих пациентов длительный анализ. Очень характерен многоузловой рост этой опухоли. Это опухоль, которая очень часто рецидивирует, но крайне редко метастазирует. Поэтому она требует очень длительного наблюдения в динамике, и вы увидите, что время допрогрессирования у пациентов иногда составляет 32 месяца. Наиболее частое метастазирование, как у всех сарком, это легкие. И в основе также лежит транслокация хромосомная, которая является ответственной за начало этой опухоли. Варианты лечения в основном, конечно, включаются и хирургические лечения. Причем для этой опухоли есть специальный гайдлайн для хирургического лечения, где требуется более широкий поле отступа, более 3 см. А в некоторых гайдлайнах это даже 5 см. Некоторые авторы говорят о необходимости микрографической операции. Но если посмотреть на технику этой операции, то она занимает около 4 часов у каждого пациента. Пятилетняя выживаемость крайне высокая. Это опухоль на рефрактерной химиотерапии. Но наличие такой специфической транслокации является предиктором для таргетной терапии, для ингибиторов факторов роста тромбоцитов, каким является эмотиниб. Вы видите, объективный ответ при применении эмотиниба 57%. Это очень хороший результат. Гайдлайн по дерматофирусаркоме, который у нас есть, он включает в себе всевозможные варианты реорезекции, лучевой терапии. И в случае уже метасодирования это химиотерапия, как при саркомах. А в случае наличия специфической транслокации это эмотиниб. Наша пациентка 61-го года рождения. Анамнез до верификации заболевания почти 3 года. Образование начало расти в виде трех узлов. Здесь на одном у меня не получилось указать. Вот один угол, здесь второй, вот третий узел. Мягкие ткани лобные надбробные области справа. Без признаков деструкции опухоли. Пациентки Масути Поленова. Нерой хирургии. Выполнена в апреле 2014 года. Краниофасциальный блок резекции опухоли. Фистологическое заключение нам показало дерматофибросаркому. При контроле заболевания через 2 месяца мы видим продолженный рост опухоли. В виде появления узловых образований. Пациентка попадает в общепрофильную больницу в Александровской. Где и проводится повторная трепанация череповобной области удаления опухоли. Многистохимически подтверждается дерматофибросаркома. Делают CD117, как мы привыкли делать при гастротациональных опухолях. Для назначения мотинибу он оказывается отрицательным. К пациентке назначается тробиктидин. Но этот выбор был начат лечащими врачами другого учреждения. Мы этот выбор продолжили до 6 циклов. И пациентка параллельно получила еще конформно-учевую терапию. В суммарной дозе 50 Грей. И с 2014 года пациентка до сегодняшнего дня наблюдается длительной ремиссией заболевания. Сейчас проведена реконструкция лицевого скелета. И данных за рецидив в настоящий момент у пациентки не получено. Таким образом, наверное, всем нам хочется иметь пациента с понятным диагнозом. Но это не всегда так получается. Поэтому пациент редкий. Это пациент интересный. Но в том числе и пациент трудный. И у нас здесь в Панцерии сейчас создана школа для разбора клинических случаев, которая называется «Трудный пациент», где мы также стараемся привлечь радиологов и хирургов, и врачей из межных специальностей. Приглашаем специалистов кибериножа, гаммоножа, чтобы определить наилучшую тактику, прояснить спорные вопросы. Ну вот, возможно, приглашаем и вас на эту конференцию. Спасибо большое. Вопросы у кого-нибудь будут? Пожалуйста. Микрофон, пригласите, пожалуйста. Хорошо, поставлю иголку. Я могу и так. Илья Петровна, спасибо большое за интересный доклад, сообщение для меня лично. Меня интересует лечение первого пациента, который получал супер-цинитинит. Это было в рамках клинического испытания, я так понимаю, обеспечивали? Нет, это было оффлебл. Назначение. Дорогостоящее лечение, насколько я помню, тем более с детей 12 месяцев. Нет, это не было, конечно, клиническое исследование. Это было оффлебл, безусловно, назначение. Но я об этом сказала, что первую линию мы не могли ему назначить, поскольку есть стандартная терапия. Стандартную терапию мы провели, получили стабилизацию, но пациент запрогрессировал. И стандарты для второй линии терапии. Можно было выбрать позапонип, да, безусловно, но мы знали эти гайдлайны, поэтому мы создали консилиум врачебный. И в составе врачебного консилиума мы назначили, безусловно, оффлебл, но у нас была такая публикация и гайдлайн, где это указано. Поэтому такое обоснование было получено, и он получал у нас в рамках ОМС препарат. У нас у них не закупается для пациентов другими патологиями, просто для этого пациента он был выделен, и он его получал в течение года. Это самое главное. Да, ну, так получилось, да. Спасибо. Вопросы еще будут? Ну, у нас уже пора переходить к другому докладу, тогда мы будем встать. Спасибо большое. Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мое сообщение посвящено редким опухолям яичка. Но если вообще в целом говорить об опухолях яичка, то это достаточно нечастая патология. У нас в стране частота заболеваемости составляет порядка 1-2% случаев среди всех злокачественных новообразований у мужчин. И если переводить на абсолютные цифры, то это порядка 1400 случаев ежегодно. А моя задача сегодня рассказать о редком изнечастковом. Если мы перейдем к классификации опухолей яичка, то, конечно, подавляющее большинство это герминогенные опухоли яичка. 95% семеномные и несеменомные опухоли. Все остальное, всего лишь 5%, приходится на долю так называемых редких опухолей. Что сюда относятся? Это опухоли стромполового утяжа. Здесь выделяют опухоли с клеток сертоли, опухоли с клеток лейдига. Сюда же относятся гранулезоклеточная опухоли яичка. Есть вариант смешанных опухолей. Это герминогенные опухоли, опухоли стромполового утяжа. Гонадобластома яичка, крайне редкая опухоль. Ну и классификации других опухолей относятся аденокарцинома сети яичка, мезотелиома влагалищной оболочке яичка, лимфома и рабдомиосаркома яичка. Ну вот я попробую рассказать об этих опухолях чуть подробнее. Самой частой из так называемых редких опухолей является, конечно же, опухоль стромполового утяжа. Это опухоль, еще раз повторю, из клеток сертоли и лейдига. Их, как правило, рассматривают вместе, но на самом деле это клетки, которые несут абсолютно разную функциональную нагрузку. Клетки сертоли отвечают за продукцию андрогенов, клетки лейдига отвечают за продукцию эстрогенов. Средний возраст заболевших пациентов, он чуть старше, чем средний возраст больной герминогенной опухоли. Если для герминогенных это 25-30, то тут 35-40 лет. Как правило, опухоль диагностируется в первой стадии заболевания и каких-либо патогномоничных клинических симптомов не существует. Единственное, если опухоль возникает у подростков, то в этом случае могут быть симптомы преждевременного полового созревания либо же вирилизации, в зависимости от того, гиперэкспрессия каких гормонов наблюдается. Но на самом деле эта опухоль достаточно товарная. И сложность состоит в том, что когда клиницист получает заключение морфолога, не всегда ясен, какой злокачественный потенциал несет эта опухоль. Поэтому клиницист должен находиться в тесной связи с морфологом. И прежде всего к факторам риска или факторам агрессивности нас может ориентировать именно морфолог. Это прежде всего степень злокачественности, естественно низкая степень дифференцировки, высокая методическая активность, грамотный морфолог очень легко определит пролиферативную активность хотя бы на основании индекса КИ-67, сосудистая инвазия. Ну а из клинических факторов риска, это, конечно же, большие размеры первичной опухоли и старшая возрастная группа пациентов. На самом деле в литературе есть ссылки на два таких более-менее крупных исследования. Это не наши исследования. Первое – это американские исследователи, штат Калифорния, в период наблюдения чуть больше 20 лет. И за это время было пролечено практически 20 тысяч больных различными опухолями. Из них опухоли из тромполового утяжа составили всего 67 пациентов, то есть это 0,3%. Если мы экстраполируем на нашу статистику, 1400 и 0,3% – это примерно 4 пациента в год по всей России. То есть, конечно, вероятность такого пациента крайне низкая, но тем не менее она есть. Что же было показано? Было показано, что большая часть пациентов, это 56, имели первую стадию на момент верификации процесса, и 11 пациентов имели вторую, третью стадию заболевания. Большая часть пациентов первой стадии, они были излечены посредством хирургического лечения орфуникулоктомии. Двум пациентам профилактически выполнялась забрюшенная лимфоаденоктомия. При второй стадии, то есть когда есть вовлечение забрюшенных лимфатических узлов, это однозначно выполнение орфуникулоктомии, забрюшенной лимфоаденоктомии. И при третьей стадии это выполнение системной лекарственной терапии, то есть химиотерапевтическое лечение. И что можно увидеть здесь? Мы видим, что эта опухоль очень коварна не только по своему потенциалу злокачественному, но и опухоль коварна тем, что, несмотря на то, что она чаще всего в первой стадии, несмотря на то, что она протекает достаточно медленно и индолентно, как только возникает метастаза у пациента, прогноз для жизни определяется как крайне неблагоприятный и показатели выживаемости катастрофически снижаются. Если для первой стадии двухлетняя выживаемость 95%, то для второй стадии, когда вовлекаются забрюшенные лимфоадены в 3 раза меньше, 30%. Ну а для диссиминированного процесса это вообще нулевая цифра, так скажем. То есть фактически единственным негативным фактором для выживаемости больных является наличие метастазов. И если у больного возникают какие-либо метастазы, которые мы не можем удалить хирургически, то вылечить этого пациента не представляется возможным. Второе исследование – это исследование наших итальянских коллег. Институт противораковый институт в Милане. Период наблюдения несколько больше, но при этом тоже 67 пациентов. 82% – это больные, имеющие опухоли из клеток лейтига. И 18% – это больные, которые имели опухоли из клеток сиртоли. Точно так же видим, что большая часть больных практически имела первую стадию заболевания – 96%. Причем половине из них была выполнена только резекция яичка без фуникулоктомии. У пяти из них возникли рецидивы. Здесь имеется в виду поражение забрюшенных лимфатических узлов. И один из них был вылечен добавлением забрюшенной лимфоденоктомии. Вторую стадию на момент верификации имели трое больных. И все они были излечены по средствам хирургического лечения. И в результате этого исследования авторы показали, что общая пятилетняя выживаемость для всех пациентов состояла 90%. И если мы суммируем вот эти два исследования, то можно говорить о том, что для больных первой стадии без каких-либо факторов риска, о которых мы говорили, сосудистая инвазия, низкая степень дифференцировки, высокопроэффективная активность, для них достаточно выполнения хирургического лечения. Это либо орфуникулоктомия, либо выполнение резекции яичка, если это лечение выполняется в профильном учреждении, грамотным онкоурологом, если это маленькие размеры опухолевого образования. В том случае, если при первой стадии уже есть какие-либо факторы риска, или же это уже сразу вторая стадия с забрюшенными лимфоузлами, то здесь, конечно же, это выполнение хирургического лечения и орфуникулоктомия, и забрюшенная лимфоаденоктомия. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что если у больного возникают какие-то метастазы, прогноз для жизни определяется как неблагоприятный, и показатели выживаемости снижаются, таких больных вылечить мы не сможем. Гранулиозоклеточная опухоль яичников. Но в отличие от гранулиозоклеточной опухоли у женщин, она встречается гораздо реже. В литературе описано всего лишь 80 случаев, чаще всего это первая стадия. Лечение – это выполнение как минимум орфуникулоктомии. То, что касается профилактического лечения, вообще никто ничего об этом не знает, никакой статистики нет, поскольку крайне редкая опухоль. Но в случае развития диссеминации процесса и появления метастазов, то, вероятнее всего, лечение надо проводить по аналогии с гранулиозоклеточной опухолью яичников женщин. То есть это стандартные режимы химиотерапии, БЭП-тип, либо комбинация таксола и карбоплотина. Гонадобластома яичка – крайне редкая опухоль. Она представляет собой сочетание герминогенной опухоли и опухоли стромополового тяжа. И возникает она при нарушении формирования пола, когда у плода имеется материал Y-хромосома, но происходят какие-то мутации генов, которые приводят к инактивации гена SOGS9. Это один из основных генов, который отвечает за дифференцировку пола плода. Сюда же относится синдром нечувствительности к андрогенам, это наличие сердолеклеточных аденом, доброкачественной опухоли, но которая требует, конечно же, удаления. И лечение, вероятнее всего, надо проводить по аналогии с герминогенными опухолями, поскольку герминогенный компонент этой опухоли обладает более злокачественным потенциалом, нежели опухоль стромополового тяжа. Две достаточно неприятных опухоли – это мезотелиома влагалищной оболочки и аденокарцинома сети яичка. Неприятны они прежде всего тем, что обладают крайне высоким злокачественным потенциалом и показатели долгосрочной выживаемости этих пациентов крайне низкие, то есть 40-50% в отличие от герминогенных опухолей яичка. Откуда берется мезотелиома, наверное, понятно. При внутриутронном развитии яички опускаются в мошонку, и эта оболочка является продолжением брюшины. Вот отсюда именно и получается мезотелиома. В литературе описано примерно 300 случаев такого заболевания. Это, как правило, старшая возрастная группа пациентов, и лишь 10% могут иметь молодой возраст. Самым первым симптомом является водянка яичка. Лечение – это выполнение хирургической орфуникулоктомии. Некоторые авторы предлагают гемискротоктомию или гемискрототомию, то есть рассечение мошонки для оккупирования водянки. Роль одевантной химиотерапии, она, на мой взгляд, абсолютно сомнительна. Некоторые авторы предлагают лучевую терапию в случае неуверенности в радикальности хирургического лечения. А вот при врастании опухоли в яичко, то есть когда есть сосудистая инвазия, большинство авторов предлагают выполнение забрюшиной лимфоадонектомии. Еще раз обращаю внимание, что это достаточно агрессивная опухоль, показатели пятилетней выживаемости около 50%. Аденокарцинома сети яичка тоже очень редкая, при этом злокачественная опухоль. Около 100 случаев в литературе, пятилетняя выживаемость менее 40%. Основное лечение – это хирургическая орфуникулоктомия. Роль химиотерапии сомнительна. Наверное, в случае диссеминации процесса проводится лечение, как приядано-карциномийных локализаций – это препараты платины, это вторпиримидины и токсанового ряда. Рабдомиосаркома яичка. Это, конечно же, удел в основном детского возраста. То есть вообще в целом рабдомиосаркома более характерна для детей. Хотя где-то 10-12% могут составлять так называемые молодые взрослые. То есть старше 14, но моложе 30 лет. Факторами прогноза являются морфология, то есть тип опухоли. Эмбриональная она протекает лучше, чем альвеолярная. Поражение забрюшенных лимфоузлов – это плохо. Возраст старше 10 лет – это тоже плохо. И для этой опухоли крайне важно выполнение именно радикального удаления первичной опухоли и лимфатических узлов. Очень важный практический вопрос касательно забрюшенных лимфатических узлов. Два исследования, ИРС-1 и ИРС-2, но они достаточно давние, около 10 лет. Они показали, что даже при первой стадии риск поражения забрюшенных лимфатических узлов составляет порядка 26%. То есть это достаточно высокая цифра. Поэтому некоторые исследователи, в частности в Соединенных Штатах Америки, кроме выполнения компьютерной томографии и кроме выполнения МРТ, пациентам старше 10 лет и особенно при наличии эмбрионального типа выполняется односторонняя забрюшенная лимфоадоноктомия для того, чтобы выполнить достоверное стадирование. В Европе не придерживаются столь агрессивных методов. И если данная компьютерная томография или МРТ свидетельствует об отсутствии поражения забрюшенных лимфоузлов, то в этом случае, как правило, рекомендуют наблюдение. Существует самая различная клиническая стадия, хирургическая группа. Все это определяется в группы риска, низкой промежуточной и высокой. Существуют целые таблицы для определения этого. И от этого зависит выживаемость. Как правило, если это эмбриональная рабдомиосаркома с поражением или без поражения лимфоузлов, это группа низкого риска рецидива, и 5-летняя выживаемость составляет 90%. В том случае, если выполнять все как положено. Если больные рабдомиосаркома имеют уже диссиминированный процесс, то это группа высокого риска рецидива, и здесь выживаемость снижается, но достигает где-то 20-40%. Как лечить этих больных? На самом деле стандартов нет. Если речь идет о только поражении яичка, то в этом случае однозначно выполняется орфуникулоктомия. Далее кто-то выполняет, кто-то не выполняет забрюшенные лимфодоноктомии, но в любом случае это больные, подлежат профилактической химиотерапии. И, как правило, это как минимум должно быть введение вентристина, 2 мг еженедельной и доктиномедицины каждые 3 недели. Длительность лечения 6-12 месяцев, ну, где-то в среднем это 48 недель. В том случае, если это неблагоприятный морфологический потип, и возраст старше 10 лет, то может добавляться здесь циклофосфан, то это всем хорошо известный режим ВАК. В том случае, если уже имеется поражение забрюшенных лимфатических узлов или диссеминированная форма, в этом случае хирургическое лечение должно сопровождаться последующей химиотерапией, и где-то добавляется лучевая терапия на зону забрюшенных лимфатических узлов. Это один вариант. Но если на момент верификации эти узлы неудалимы, то мы можем начать с предоперационной химиотерапии, 12 недель режим ВАК, дальше, если мы можем выполнить хирургию, мы удаляем и дальше продолжаем химиотерапию. Если это выполнить невозможно, то возможно сочетание продолжающейся химиотерапии и лучевой терапии. Но на время проведения лучевой терапии из режима химиотерапии исключается доктиномедцин. И в завершении вот такой теоретической части мне бы хотел сказать, что да, конечно, это редкие опухоли, но тем не менее мы все ведем прием. И завтра к нам может, к любому из нас может прийти пациент с такой редкой опухолью. И для нас, конечно же, крайне важна роль грамотного морфолога. И, конечно же, клиницист обязательно должен консультироваться для определения и злокачественного потенциала, и пролиферативной активности. Орхофуникулоптомия является начальным этапом лечения всех первичных злокачественных опухолей яичка, поскольку они отличаются низкой чувствительностью к лекарственной терапии. Здесь очень высока роль хирургии для выполнения забрюшенной лимфодоноктерапии, либо профилактически, либо при уже наличии метастатического поражения. Рабдомиосаркома, она, конечно же, требует лечения по педиатрическим программам. И даже несмотря на диссиминированный процесс, эта опухоль курабельна, но надо не стесняться спрашивать совета у детских онкологов. И здесь я не остановилась, но нужно помнить о том, что у пациентов старше 50 лет поражение яичка может быть обусловлено именно первичное поражение лимфомы. И, как правило, диагноз лимфомы яичка, он как раз-то устанавливается после выполнения орхофуникулоптомии. И когда мы получаем такой диагноз, профилактическое лечение, это как минимум 6 циклов химиотерапии РЧОП, потому что чаще всего это диффузная крупноклеточная лимфома, обязательно облучение контролатурального яичка и профилактика поражения центральной нервной системы путем интертыкального введения метатриксата и дексамитозома. И нам бы хотелось представить вам два клинических случая. Первый случай – пациент 37 лет. В декабре 2014 года он самостоятельно отметил увеличение размеров левого яичка, появилась слабость, обратился к урологу по месту жительства и был поставлен диагноз опухоли яичка. Он был направлен к онкологу по месту жительства. 2 февраля ему была выполнена орхофуникулоптомия и по данным гистологического исследования в сочетании с иммуногистохимией было получено заключение эмбриональной рапдомиосаркомы яичка. Вторая резекция негативная, придатого яичка без опухолевого роста. Но вот почему-то пациенту рекомендовали динамическое наблюдение, не посоветовав проводить профилактическую химиотерапию. И спустя буквально полгода, в октябре 2015 года, появились жалобы на тянущие боли в животе, по ходу кишечника, стали беспокоить запоры. Выполнено обследование, стантиграфия, которая выявила некоторые очаги диперфиксации радиофармпроперата, и ПЭТКТ всего тела, которое выявило поражение забрюшиных лимфатических узлов, огромный конгломерат практически 10 см диаметр, кпереди от брюшного отдела аорты. По данным исследований костей, каких-либо очагов, остеобластических и остеолитических, не было выявлено. На данном слайде представлены результаты компьютерной томографии, огромный конгломерат, 10 см в диаметре. В условиях нашего отделения больному было выполнено 9 циклов химиотерапии комбинации ВАК и Е. Эффект лечения частичный регресс, опухоль уменьшилась практически в 2 раза. И в дальнейшем была предпринята попытка хирургического лечения, ляпаратомии, попытка удаления конгломерата забрюшиных лимфоузлов. Но в связи с тем, что расположение было такое, что очень близко прилежало и к аорте, и к почечным сосудам, риск осложнений был гораздо выше, нежели риск пользы. И тогда мы пациенту предложили выполнить лучевую терапию, суммарная доза 54 ГРЭ на зону забрюшиных лимфатических узлов. В динамике по данным компьютерной томографии от октября и апреля 2017 года дальнейшее уменьшение забрюшиных лимфатических узлов. И крайнее исследование было выполнено 30 января, которое свидетельствует о том, что размеры узлов без динамики. Вот это результаты последней компьютерной томографии. 26 на 40 миллиметров резидуальная опухоль. И таким образом больной у нас находится под наблюдением. И второй клинический случай это молодой пациент 27 лет, который в августе 2017 года также самостоятельно обнаружил образование в левом яичке. Но надеясь на то, что все самостоятельно рассосется за медицинской помощью, он не обращался. К декабрю 2017 года дальнейший рост этого образования и появились боли в поясничной области слева. Все это было расценено как развитие радикулита. И больного почему-то госпитализировали в отделении неврологии для оккупирования болевого синдрома. Где было выполнено ультразвуковое исследование мошонки и выявлено увеличение размеров левого яичка. И оно практически полностью выполнено изоихогенным образованием размерами 5 на 4. Выполнена тонкоигольная биопсия, получено цитологическое заключение эмбриональный рак. Естественно, выполнены онкомаркеры, которые оказались в пределах референсных значений. И с этими данными больной обратился уже к нам в институт. По данным компьютерной томографии, конгломерат забрешенных лимфатических узлов максимальный размер 5 см. В конце декабря мы выполнили орхфуникулоктамию слива, гистологически низкодифференцированный нейроговывающий плоскоклеточный рак, то есть это паратестикулярная опухоль с крайне высокой пролиферативной активностью тактики 67-90%. С 1 февраля ему начатая химиотерапия, комбинация цисплотины и фторпиримедины, как стандартный вариант для плоскоклеточного рака. На сегодняшний день выполнено два цикла. На фоне лечения отмечается полное оккупирование болевого синдрома. И в настоящее время планируется контроль и обследование для решения вопроса о дальнейшей тактике. Ну и это данные нашего института. За последние 5 лет опухоли яичка всего это 133 случая. Из них 113, это 85%, это различные варианты герминогенных опухолей. Опухоли клеток лейдига составили 3 случая. Вот один случай, это паратестикулярная опухоль, рамдомиосаркома 2 случая и лимфома 7 случаев. Ну а остальные это редкие опухоли, карцинома НС, то липома и другие опухоли. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Гульфейм Тхаттин. Вопросы будут из зала? Пожалуйста. Спасибо большое за интересное. Так вот у меня вопрос по первому случаю. А вот очаги в костях это рассоединяются как метастатические? Нет, не было подтверждено. Нет, не специфические очаги. Не специфического характера. И тогда следующий вопрос. Насколько часто бывает сочетание поражения забрюшинных лимфоузлов и отдаленных метастазов? Именно сочетание. При рамдомиосаркоме. В принципе, как правило, это первый этап это забрюшинные лимфоузлы, потом появляются отдаленные метастазы. Насколько мы встречали, это в основном забрюшинные лимфоузлы. То есть такого диссеминированного процесса у нас в практике не было. А вот операции по поводу хирургического стадирования, они вообще имеют какой-то эффект? Потому что в Европе не так агрессивно относятся, как, допустим, в Америке. Ну, знаете, вот эти вот исследования, которые были, вот ИРС-1 и ИРС-2, они достаточно давние. Тогда аппаратура, она была не столь информативной, как сейчас. Сейчас мы имеем более современную аппаратуру ИКТ, ИМРТ. Поэтому, наверное, если современные аппараты говорят о том, что нет поражений, наверное, столь агрессивное лечение не есть. Спасибо большое. Еще вопрос, последний. Спасибо, очень интересно. А мне показалось, любопытным очень, почему гранулезоклеточная опухоль появляется в первой стадии? Что получается? Ну, это вообще очень редкая опухоль, в отличие от гранулезоклеточной опухоли у женщин. Да, всего вообще по литературе около 80 случаев. И вообще проблема выявить опухоль в первой стадии для мужчин вообще не представляет никакой сложности. Молочная железа, опухоль молочной железы тоже наружная локализация, однако, да. Ну, здесь, конечно, грамотность нашего населения. И когда грамотные люди, они, обращая внимание, ну, а то, что появилось какое-то новообразование, пальпируется, идут к онкологу, это одно. А когда ждут, что само рассосется и все пройдет, ну, это совсем другое. Но, как правило, все эти опухоли вообще никакой проблемы не представляют диагностировать опухоли яичка на первой стадии. То есть мужчины просто более трепетно относятся к себе? Да. Гульфия Мехатовна, спасибо большое за очень интересный, яркий доклад, как всегда. И давайте поблагодарим Гульфия Мехатовна. Мы продолжаем нашу работу. Не более, не очень такой же интересный доклад по своей значимости и информативности. Случай лечения саркома средостейни. Слово предоставляется Алексею Викторовичу Новику. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я бы хотел начать с клинического случая уже. Мы хотели представить историю пациентки 30 лет, нашего коллеги-кардиолога, который, как и все коллеги, получил заболевание не совсем типичное, совсем редкое. У нее заболевание началось с марта 2016 года, эпизод на повышение температуры, одышка, кашля, в общем, ничего специфического. Но по результату обследования было обнаружено новообразование в области сердца. И выполнена операция удаления образования. Хотя, ну, очень понятно, как радикальность этой операции. Строго по документам остаточная опухоль составляла 40 на 19 мм. Но гистологически это была низкодифференцированная полиморфно-клеточная саркома с вот этим гистологическим фенотипом. И, в общем-то, к нам она уже приехала с бурным прогрессированием процесса опухоли, имела больший размер, чем до оперативного вмешательства. Пациентка была, к сожалению, в не очень хорошем общем состоянии, несмотря на даже не полностью редуктивные операции. Кок был два на границе с тремя. В общем, мы очень сильно сомневались, может ли пациентка выдержать лечение, тем более, что у нее была большая история сопутствующей патологии. У пациентки было уже 4 операции на сердце к моменту выявления саркома сердца, потому что у него был протезированный клапан. Несколько раз были операции по поводу установки протеза, замены протеза. И, собственно говоря, на момент обсуждения лечебной тактики это была пациентка с массивной опухолью в средостении. Вот такого вот размера, которая, по факту, как мы сейчас считаем, она исходила вообще из правого предсердия сама по себе, и которая, соответственно, осложнялась в общем тяжелом состоянии, модышкой. Кроме этого, у пациентки постоянно было повышение трансиминас без метастатического поражения печени. В легких мы нашли мелкие очки, но они постоянно были такого сомнительного характера, не больше 4 мм. И у пациентки наблюдалось снижение веса. Ну вот из осложнений сопутствующий врожденный порог сердца, клапаны, кроме была тромбоэктомия, пресниночный тромб верхней половой вены, тромб полости правого предсердия, который, скорее всего, был опухолевого характера. И на фоне всего этого перед нами встал вопрос, что делать, лечить или не лечить эту пациентку в первую очередь, и если лечить, то чем? Ну, коллеги уже рассказали, что стандартов лечения прочих категорий саркон и мягких тканей это химиотерапия, в том числе и, прежде всего, основанная на антроциклинах, которые, как мы знаем, кардиотоксичны. Поэтому вопрос вставал, в принципе, можем ли мы начать, и если начать, то в каких дозах. Ну, и тем не менее, мы рискнули начать химиотерапию по схеме АИ. После одного цикла мы получили очень выраженный симптоматический эффект. Пациентка стала лучше себя чувствовать, общее состояние улучшилось, она стала полностью амбулаторной, несмотря на то, что это нежелательное явление третьей-четвертой степени у нее были, у нее была генетологическая токсичность и инфекционные осложнения, которые потребовали коррекции дозы. Но, тем не менее, несмотря на это, мы продолжали химиотерапию с редукцией уже доз, причем редукция была довольно-таки серьезная, и к декабрю 2016 года мы получили выраженный частичный регресс. Пациентка стала полностью амбулаторной, регресс дальше продолжался, мы провели 8 циклов химиотерапии по схеме АИ, мы практически выбрали полностью у нее дозу антрациклинов к 8 циклам, она получала опиробицин, как менее кардиотоксичный препарат, и доза кумулятивная на конец лечения составила 896 мг на квадратный метр, то есть это почти максимальная кумулятивная доза. В легких вот такие вот мелкие очаги какие-то оставались, которые были, в общем, без динамики, на КТ только были видны изменения эти, и ввиду токсичности мы проводили далее с марта 2017 года терапию и фосфамидом без антрациклинов. Почему мы это делали? Потому что у нас сразу была редукция дозы антрациклинов и задержки постоянно циклов росли. Таким образом, к 8 циклу она уже получала химиотерапию не раз в 3 недели, как ожидалось, а она получала химиотерапию иногда раз в 8 даже недель. Из-за усиления нежелательных явлений длительной генетологической токсичности, с которой она просто не успевала выходить к моменту начала следующего цикла терапии. Тем не менее, было проведено 4 цикла уже монотерапии и фосфамидом. Эффект несколько нарастал, но уже не было такого бурного нарастания эффекта. Мы перевели ее на поддерживающий режим метрономной терапии циклов с фосфамидом и метрексатом, в стандартном режиме, особенно популярном при раке молочной железы, но у нас также он популярен при саркомах в мягких тканях. И потом, поскольку прогрессирования дальнейшего не было, самочувствие пациентки было хорошее, мы добавили в качестве поддерживающей терапии вакцин-терапию от логичной гендритно-клеточной вакцины, которая разработана для сарком в мягких тканях у нас в институте как раз. И что мы получили? Итак, после окончания 8 циклов химиотерапии по схеме АИ и после 4 циклов монотерапии фосфамидом, мы получили дальнейшее, в принципе, клинически значимое уменьшение размеров образования. После еще двух месяцев терапии, еще большее уменьшение размеров образования, здесь, собственно говоря, у нас встал вопрос, а можно ли сделать хирургический этап лечения. Мы обратились к ведущим хирургам нашей страны, но ситуация была весьма сложной здесь, потому что протезировать, удалять опухоль без резекции значительной части сердца было невозможно. Для трансплантации сердца было препятствие в том, что опухоль исходила как раз из права предсердия, которое при трансплантации должно быть оставлено, и к нему как раз пришивают трансплантат. А удалять, делать полностью пересадку сердца легкие, хирурги не решились, которые это умеют, потому что у нее были метастазы в легких, и они хотели 3 года стабильного состояния пациентки для того, чтобы думать про такое вот агрессивное лечение. Ну, тем не менее, еще раз, это уже чистый эффект метрономной терапии с куфосфиномидом и метатриксатом, и что мы получили на вакцинах. Это соценики сделаны совсем недавно, в конце, в середине февраля. Дальнейший эффект терапии, дальнейшее уменьшение состояния, да, пусть это небольшие, но все-таки это уже разница больше 5 мм, это значимые подвижки, можно сказать, и усиление дальнейшей частичной долгой. Пациентка сегодня продолжает, на сегодняшний день продолжает такую терапию, метрономная лечения, куфосфиномидом и метатриксатом. Даже куфосфиномидом и метатриксатом приходится периодически прерывать из-за гонекологической токсичности и периодических повышений трансаминаза, они никогда в ней не нормализуются. Здесь вопрос в том, какой степени она будет, второй или первой. На фоне чего лечение продолжается. Ну, и если переходить уже в общем, с какой опухолью мы имели дело, то саркомы средостения – это менее 5% от всех опухолей средостения. Это очень редкое заболевание, настолько редкое, что каких-то больших баз, каких-то больших исследований, больших групп пациентов нет. Самое большое, то, что мне надоест найти, это исследование уже 2017 года, анализ базы данных СЭР, где было найдено за 40 лет 290 случаев сарком средостения. Соответственно, вообще опухоли средостения, соответственно, проанализирована их выживаемость. Что интересно оказалось? Ну, во-первых, 5-летняя выживаемость больных очень сильно зависела от даты диагноза. И вот они, саркомы средостения, о которой мы говорим. Я, честно говоря, первый раз вижу такую кривую, поэтому не могу сказать, почему так получилось. Но получилось, что чем позже поставлен диагноз, по крайней мере, до 2002 года, выживаемость пациентов падала и ухудшалась, несмотря на вроде как бы накапливающийся опыт лечения. Сейчас и наблюдается некоторое возвращение в динамике. Хотя, если мы посмотрим на гемобластозы, на герминогенные опухолистралистики, конечно, прогресс значительный, и 5-летняя выживаемость существенно улучшилась у этих пациентов, несмотря на то, что это все пациенты с не очень благоприятным прогнозом, в заключении, пожалуй, гемобластозов и нейрогенных опухолей. Что касается выживаемости сарком средостения по сравнению с другими локализациями первичного опухолистралистики, мы видим, что это наиболее неблагоприятная группа больных, наиболее неблагоприятная первичная локализация сарком, поскольку все остальные саркомы, они живут гораздо дольше и обладают гораздо лучшей выживаемостью при сопоставимом распределении по стадиям заболевания. Что касается мягкотканных сарком, опять-таки от первичной локализации, мы опять видим, что это наихудшая по выживаемости группа пациентов, близко к ней относятся только ретропериториальные саркомы, поскольку они позже, скорее всего, диагностируются, и гораздо лучше ведут себя саркомы конечностей, саркомы головы и шеи, у которых, как вы видите, 6-летняя выживаемость превышает 70%. Что нам может подсказать, какие есть факторы прогноза вообще у этих пациентов? Факторы прогноза, это в первую очередь возраст, относительно благоприятный фактор прогноза, это молодой возраст, у наших пациентов как раз был этот фактор, на счастье вы видите, но более пожилой возраст увеличивает риск смерти всего лишь в 1,5 раза, то есть это факторы с не очень высоким влиянием на результаты лечения. Очень высокая разница в зависимости от того, высокой степени злокачественности или низкой степени злокачественности, высокая злокачественная опухоль, как ни странно, обладает гораздо худшим прогнозом. Локализация передней средостения, как было у нашей пациентки, это референс. Задняя средостения течет гораздо лучше, ниже риск смерти, более чем на 50% у этих пациентов. Таким образом, у нас здесь у пациентки один фактор, было два благоприятных фактора из трех, в общем, говорит о достаточно печальном у нее прогнозе. Если подключить к этому общее тяжелое состояние относительно противоказания проведения химиотерапии, то в принципе для начала лечения успеха лечения пациентки был сомнительным, но тем не менее нам удалось достичь значимых клинических результатов. Что можно сказать по этому поводу и по поводу этих заболеваний? Мы, конечно, представляем редкие случаи и, возможно, еще более редкие в том плане, что мы достигли успеха лечения, хотя ожидаемая эффективность лечения не такая высокая по прогностическим факторам. Но мы можем сказать, что здесь именно проведение лечения, не какие-то биологические особенности опухоли привели к тому, что пациентка живет долго, что мы улучшили ей качество лечения, она на сегодняшний день не работает, то есть ведет нормальный образ жизни. И, безусловно, здесь важную роль сыграл индивидуальный подбор доз, режимов лекарственной терапии и, скажем так, выхаживание пациентки, потому что после первого цикла терапии она, в общем-то, весь, все время прерыва находилась в стационаре, получала симптоматическую интенсивную терапию. В общем, благодаря ей пережила этот первый цикл, дожила до своего эффекта, и мы потом смогли успешно лечить ее и дальше. Ну и закончить хотелось бы вот таким высказыванием Гиппократа, что лечение болезни не требует не только искусства врача и лекарства, но также много забот и ласки по отношению к больному. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вот время контроля над болезнью у этой пациентки сколько составило? Полтора года, более полутора лет. Да, и учитывая, что вот при совокупности тех данных в ряде случаев с учетом сопутствующей патологии, выраженной кардиологической патологией, только вышли на риск, была высокая доля риска. Да, мы обсуждали это все с пациенткой, с ее родственниками. Без этого мы всегда обсуждаем, но здесь эти обсуждения имели более интенсивный характер, она тем более коллега, кардиолог, она все это прекрасно понимала. Но, тем не менее, коллективное решение было попробовать рискнуть, и действительно это все удалось. Хотя изначально мы даже первый цикл, когда начинали, у нас не получилось сделать пятый день терапии стандартной по схеме и фосфамид с доксурабицином, потому что уже было некоторое ухудшение сердечной функции, нарастала сердечная недостаточность. Мы остановили на этом моменте лечение и потом редуцировали уже от этих редуцированных доз дальше. И фактически последний цикл терапии, она получала примерно половинную дозу андроциклинов, и примерно две трети от планированной дозы фосфамиды. И тем не менее, несмотря на прямую связь между дозой эффекта, вот такая доза у нее оказалась эффективной, достаточно эффективной. То есть у этой пациентки, благодаря такому коллегиальному подходу и уходу за последующим сопроводительной терапией, то есть успех зависел не только от начала проведения химиотерапии, если мы проводим, мы должны понимать, как мы эту пациентку в дальнейшем будем наблюдать и выхаживать. Потому что в данном случае пациентка, если не столь внимательный уход и коллегиальный подход к мультидисциплинарной команде, осложнением пациентка могла бы погибнуть от осложнений. Да, конечно. Тут большой роль имеет и контроль за осложнениями, и своевременная модификация доз препаратов, такое внимательное отнесение к изменениям режима терапии, адаптация их под конкретно клиническую ситуацию. Потому что проведение это всё, если это проводить всё жёстко по схеме в данной конкретной пациентке, и не заниматься редукцией дозы, не обращать внимания на такие, на тяжее состояние нежелательное явление, мы просто не смогли провести всё это лечение. Пациентка, скорее всего, умерла бы гораздо раньше от осложнения лечения. Спасибо большое, Алексей Викторович. Вопросы будут? Алексей Викторович, пожалуйста, Елена Викторовна. Спасибо большое. Очень интересная, редкая действительно опухоль. Скажите, в продолжении, по сути дела, вопроса Нины Юрьевны, и в продолжении Ваших рассуждений о выборе препаратов, ДОС и так далее, была бы возможность, вы использовались липосомальным доктором в данной ситуации? Возможно. То есть, доступных препаратов от этого зависит из-за наших пациентов? В том числе, да, в том числе и от этого. Но таких вот явных преимуществ, липосомального докторопецина, или липосомальных. Да, он менее кардиотоксичный, может быть, нам больше удалось бы с дозами сделать. Но, с другой стороны, ну, тут сложный вопрос. У нас сослагательное наклонение не очень применимо. Да, чтобы было с другой токсичностью, потому что это же не совсем равное. Если бы было два препарата рядом, эпирубецин или липосомальный, Вы выбрали липосомальный докторубецин, или... Вероятно, выбрали бы липосомальный докторубецин. Спасибо большое. Вопросы еще будут? Спасибо огромное. Сегодня мы продолжаем нашу работу, и доклад, посвященный анопластическому раку щитовидной железы, клинический случай, прочитает Михаил Михайлович Крымчининов. Добрый вечер, глубоко уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Вы разрешите в заключении также сказать несколько слов о такой редковкой, как анопластический рак щитовидной железы, и представить клинический случай. Наиболее частые встречаемые формы рака щитовидной железы – это папиллярный и фолликулярный рак. На их долю приходится порядка 85-90% случаев. На третьем месте стоит медулярный рак щитовидной железы, который встречается в 3-7% случаях. И наиболее редкая форма рака щитовидной железы, и наиболее агрессивная – это анопластический рак, который встречается не более чем в 2% случаев. Среди разных выделяют разные морфологические формы анопластического рака щитовидной железы, такие как крупноклеточный, встречающийся с раком в 20% случаев, перетеноклеточный в 34%, полиморфовоклеточный и скромозноклеточный в не более 10% случаев. На данном слайде представлены различные молекулярно-генетические изменения, которые приводят к развитию озлокачественного процесса рака щитовидной железы. Мы можем наблюдать, что при медулярном раке, активирующем пусковой механизм, является мутация в гене ред, в случае же анопластического рака щитовидной железы встречаются мутации в гене CTNLB1, связанной с ассоциацией и утратой каткиерина, усиления экспрессии бета-каткиерина, мутация B53, мутация в гене BRAF, значительно реже в основном, и в случае диерефенции других опухолей щитовидной железы, а также мутации в гене BRAF. Также наблюдается гиперэкспрессия протеина TP53, которая является регулятором плечного цикла. В случае развития мутации в гене BRAF, в достаточно часто встречаемой мутации премиланомии V600E, мы можем наблюдать разные каскады, которые реализуются за счет этой мутации. Прежде всего активируется протеиназный путь MAP, который ведет в дальнейшем к пролиферации и к активному делению опухолевых клеток. Происходит активация киназы и разделение ингибитора киназа, ярденно-транспирационного фактора, в результате которого также усиливается пролиферация, а также происходит деактивация киназы и снижается в результате способность клеток к эпоптозу. Все это приводит к активному бурному росту опухолевых клеток и быстрому апогрессированию заболевания. Факторы риска и теология. Наиболее часто диагностируются в пожилом возрасте после 70 лет. Чаще страдают этим заболеванием женщины, встречается в 60-70% случаев. Почти у половины пациентов, у 50% заболевания развиваются на форме бывшей или имеющейся дифференцированной коробственной щитовидной железы. Это происходит как раз в результате немногих перестроек, в результате потери экспрессии гена В53. Если говорить про стадирование опухоли, то здесь важный и интересный момент, то что все анапластические раки это сразу автоматически Т4. Т4 опухоль любого размера классифицируется следующим образом. Выделяют всего три стадии этого заболевания. Две из них это местно распространенный процесс, это 4-я и 4-я стадия. И при наличии отдаленных метастазов это 4-я стадия. Особенности метастазирования. Наблюдаются как региональные гематогенные метастазы. На момент постановки диагноза практически уже половина пациентов имеют отдаленные метастазы. Наиболее частой локализацией являются пульмональные метастазы в легкие клевру, в 5-15% случаев костные метастазы, в 5% метастазы в головном мозге и другие локализации в более редких процентах случаев. В клинических проявлениях наиболее частые симптомы это наличие углового образования, характеризующегося быстрым ростом, на передней или боковой поверхности шеи, осиблость, дисфагия. Также часто появляются конгломераты спаренных между собой лимфатических узлов. Быстрый рост опухолевых узлов способствует развитию некроза данных узлов и симптомов интоксикации, таких как лихорадка, аминение и сладость. Также важно, что пациент с таким заболеванием может ошибочно поступить в городскую больницу с подозрением на острый инфекционный процесс, таким как флегмон или остеостромит, с тем, что возникает из-за сборным ростом гиперемии и фильтрация кожи, и из-за некроза возможно развиться симптомы флюктуации. Прогноз. Чрезвычайно агрессивный опухоль. Эффективных способов лечения данного заболевания не существует, и практически все доступные на сегодняшний день методы лечения приводят к неблагоприятному исходу. Диана выживаемости с момента постановки диагноза не превышает 7 месяцев. Одна и пятилетняя выживаемость по одним источникам однолетняя 17, и вось пятилетняя 8, по другим источникам пятилетней выживаемости стремится к нулю. В плане доступных вариантов лечения, хирургическое лечение, при наличии резектальной опухоли допускается выполнение тактальной периодиктонии в случае местно распространенного процесса, и также заполнение манифодисекции. Однако, в порядке источников обширные комбинированные резекции при анопластическом ракетическом видной железе не отравдали себя, потому что опухоль часто рецидирует. Поэтому наиболее оправданное хирургическое лечение в палеоактивных целях с целью купирования возможного удушья и асфиксии у пациентов. Но тем не менее, хирургическое лечение все же несколько увеличивает продолжительность жизни данной когорки у пациентов. Что касаемо лучевой терапии, то данный вид опухоли щитовидной железы рефракторен к терапии радиоактивным йодом. Обычная лучевая терапия может использоваться для локориогернального контроля и спаляоцинной теле. Что касается лекарственной терапии, я сейчас чуть больше расскажу в плане клинического случая. Хотел бы представить клинический случай. Пациент 67 лет. У пациента заболевание манифестировало в октябре 2017 года оси грудью. Пациент, наш коллега, доктор, и буквально после появления симптомов, он сразу выполнил обследование. По данному изи щитовидной железы у него были выявлены крупные узлы в правой доле. 2 ноября выполнена была комплютная томография, по данным которой выявлена достаточно крупная опухоль с инфлитрацией подлежащих клетчаток, опухоль порядка 7 сантиметров, а также метастатическое поражение легких внутригрудных лимфатических узлов. И гистологически это несколько дифференцированный анапластический рак. Далее пациенту в связи с тверным ростом и с угрозой асфиксии в городской больнице была выполнена палеотинно-собтотальная рецепция щитовидной железы. Однако спустя 2 недели от хирургического лечения, погрессирования, местный рецидив, бурный рост опухоли. И с целью, опять же, оккупирования угрозы асфиксии, попытки палеотинно-терапии, проведения курса комфортной лучевой терапии в общей дозировке 37,5 ГРЭ, которая проводилась практически весь октябрь месяц. И далее, с учетом того, что опухоль изначально была десеминирована, была проведена врачебная комиссия и рекомендовано проведение лекарственной терапии 1 июня. Если обратиться к НССН, тем рекомендациям, на которые мы часто ссылаемся, то здесь отмечаются стандартные препараты, которые используются для лечения большинства видов онкологических заболеваний. И здесь, к сожалению, не рекомендуют использование таких таргетных препаратов в связи с низкой эффективностью. Наиболее часто из режима лечения это использование токсанов и карбоплотина, использование доксорубицина. Для данного пациента мы выбрали схему TC, немножко с верхового позиции, мы делали схему каждые 3 недели. Первый цикл мы начали после новогодних праздников 10 января, второй цикл 31 января. Буквально в день выпуска у пациента резко нарастает дыхательная недостаточность, пациенты выполняют рентгенографию, и по данному которого является тотальный левосторонний левосторонний левораторокс. Производится денирование левого гемиторокса, и мы получаем геморрагический поливрит, фактически по цвету, как ненозная кровь. Пациенту эвакуировал 2,5 литра геморрагической жидкости, и далее амбулаторное выполнение контрольного обследования, по данным которого отмечается в адресировании в виде появления вновь лицедина, Это изменение увеличения метастазов трехи, увеличение внутригрудных лимфатических узлов. И с целью попытки как-то инстинсифицировать режим лечения пациенту все-таки было бы рекомендовано выполнение мулькроэнергетического исследования. Боки отправлены на исследование первых мутаций, но, к сожалению, эта мутация данного пациента не была выведена. Здесь представлены снимки компьютерной томографии. Соответственно, вот такие изменения у нас наблюдались до начала лечения в ноябре месяце. И фактически вот спустя два с половиной месяца такие насвоения по плевре, геморрагический плеврит. И здесь вот эта эмфизема подкозная вследствие дренирования этого пациента неоднократно и развития свеча между грудной стенкой и подкозной жировой клетчаткой. И на другую тоже снимочку. Ничего не было у нас. И фактически через два с половиной месяца такие изменения. И дальше, соответственно, пациенту два раза проводится эвакуация жидкости, также геморрагического содержимого. И последняя информация о пациенте на прошлой неделе, что он, к сожалению, с ухудшением состояния диспетизируется в хорфисе. Таким образом, можно сказать, что если первые три случая достаточно были оптимистичны, то здесь мы можем наблюдать не менее благоприятный исход варианта лечения. Мы здесь предприняли комбинированное лечение и хирургические, у чего нет лечения, и стандартную химиотерапию, но они, к сожалению, не замечались успехом. Практически за три небольших месяца пациент от здорового человека уже находится в состоянии, в котором необходимо диспетизироваться в хорфисе. Если говорить про непестопит лечения, то с учетом такой низкой чувствительности опухоли к доступным вариантам лечения, конечно, рекомендуется участие в клинических исследованиях. Не так много исследований, которые изучают данную опухоль, но одно из исследований факт всего лишь 80 пациентов и добавление антибиогенного препарата ФОС-бретабулина приводит к искренне-значительному увеличению медианы по сравнению со стандартной химиотерапией. Несколько травилов в отношении тагитных препаратов, которые также не показывают общий эффективность. Новый класс препаратов-мегибиторы-форнезилтрансперазы. Этот форнезил посредством фермента-форнезилтрансперазы связывается с минокислотами, белкогенами, раз после чего идет куатическая активация сигнального пути и передача негативного сигнала. Есть препарат-мегибиторы-форнезилтрансперазы, который нибирует данный пример и прерывает этот сигнал и пока только в лабораторной практике показал некоторую свою активность в лечении ракопластического железа. Также матрическая металлопротеиназа, представитель миноциклин, также обладает антиангельным действием и тоже изучается пока только в лабораторной практике. Только в самотаргивных препаратах, то наиболее изучены известные препараты, такие как белцезумап, позапонит, саратенистинит, синистинит, синистинит, с сожалению, не оказали никакого должного эффекта. Вандотонит, поливантинит, препараты, которые используются для лечения медулярного рака щитовидной железы, достаточно с неплохим эффектом. В январе появилась информация о том, что они сейчас начали изучаться из ананоапластического рака. Спасибо большое за внимание. Михаил Михайлович, спасибо большое. Но вот с Вашей точки зрения, Вы отмечали неоднократно, что данная опухоль, подходы хирургического лечения здесь не всегда оправданы. С Вашей точки зрения, если пролистать это назад, то как бы Вы с точки зрения улучшения качества или же с точки зрения, насколько необходимо ранее проведение системного лечения? В данном случае у этого пациента, я считаю, выполнение хирургического лечения абсолютно оправданным, потому что это действительно несколько улучшило качество жизни, потому что он задыхался, у него была выражена дыхательная недостаточность, и после операции, которую, не имея выраженных сопутствующих патологий, он достаточно неплохо перенес, ему несколько это помогло. Другое дело, что вот фактически 52 недели после операции у него рецидив, и опухоль была уже размером с кулак, как Вам говорили. Но после проведенной лучевой терапии, опухоль уменьшилась до размеров, ну, где-то вот размеров лишних. А изначально с радиотерапевтом Вы не обсуждали? Да, он, получается, лечился по месту жительства, в городской больнице его оперировали, и поступил к нам в центр уже после хирургического лечения для лучевой терапии. Да, конечно, так у него уже была дециминированная стадия, получается, и орбитально было невозможно протереть. Я думаю, что в рецидиве без действия, в принципе, в данной ситуации, может быть, в данной ситуации, мы бы на все случилось в рецидиве. Пожалуйста, еще вопросы, Михаил Михайлович. Спасибо большое. Ну, я тогда перейду к заключительному уже слову. Мы сегодня прослушали несколько докладов про очень редкие подтипы злокачественных опухолей. Безусловно, про редкие вещи надо помнить всегда. И частота встречаемости – это тот параметр, который относится к статистике, но не как на пациента, который сидит перед вами. И если картина не укладывается в что-то типичное, то надо помнить о том, что могут быть отдельные очень редкие варианты, про которых мы, к сожалению, знаем мало, которые лечатся совершенно по-другому, и иногда при которых мы можем пациентам существенно помочь. Ну, условно, каждый раз надо прилагать и опыт, и интуицию, и грамотного морфолога, и грамотного клинициста, и грамотного радиолога, и грамотную вообще команду коллег-специалистов для лечения этих пациентов. И если мы не уверены в каких-то наших возможностях и возможностях нашего метода, например, приглашать смежных специалистов, которые могут подчас принести огромную пользу и помочь в реализации наших же методов терапии или диагностики. Поэтому для таких редких случаев мультидисциплинарный подход и последовательное, этапное наблюдение за пациентом – это единственный способ добиться каких-либо результатов лечения и помочь нашим пациентам. Спасибо за внимание. Теперь вот пациенту Геремовну. Я, в свою очередь, буквально, вот Гульфиами Тихатовна Алексея Викторовича сказали то, что я вот… легко быть хорошим онкологом, когда рядом с вами работает опытный патоморфолог. И вот недаром приказ Минздрава, существующий с 2012 года и в середине прошлого года был пересмотр оказания специализированной медицинской помощи, любого пациента на амбулаторном или уже при госпитализации решается согласно заключению консилиума мультидисциплинарной команды. Поэтому, конечно, знание патоморфологического диагноза в ряде случаев и иммунодистохимического, а чаще всего при редких опухолях, нам помогает наша молекулярная генетика, и поиск редких мутаций помогает нам определиться с назначением таргетной терапии, в том числе показания офф-лэйбл. Здесь мы собираем мультициплинарную комиссию, и по жизненным показаниям пациенту в рамках офф-лэйбл. Это и нам неоднократно к нам обращался Минздрав, но еще раз подчеркнули, что в ряде случаев офф-лэйбл назначение лекарственной терапии является жизненно необходимым, и тем более если у нас есть доказательная база в рамках клинических исследований, или же препарат зарегистрирован для данной локализации, но не по этим показаниям, это может быть при заключении комиссии, это может быть рассмотрено. И я, в свою очередь, хочу поблагодарить всех докладчиков и всех присутствующих в зале, прежде всего и Наталью Петровну Беляк, и Гуфею Миткатовну Телетаеву, и Алексею Викторовичу Новикову, и Михаила Михайловича Крамчининова, потому что были представлены действительно не только редкие случаи трудных опухолей, но я хочу сказать, что была представлена мультидисциплинарная команда, был представлен поиск, и это было все, прежде всего, направлено на то, чтобы наши пациенты жили долго и жили качественно, или же, по крайней мере, каждый прожитый день, он очень важен для пациента и для его семьи. Поэтому еще раз выражаю глубочайшую признательность нашим докладчикам. Спасибо большое, и то, что Наталья Петровна говорила, и именно такой разбор клинических случаев в рамках нашего института, в рамках онкодиспансера крайне важен, и мы проводим одну большую работу, чтобы, опять-таки, то, что встречается редко, мы знали, как оптимально назначить лечение нашим пациентам. И спасибо большое организаторам и всем сидящим в зале. Спасибо. 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 Спасибо.